Шалом! Сегодня мы будем говорить о серьезной проблеме с точки зрения этики и аллахи, а именно донорства. Трансплантация органов. Есть ли обязанность у человека пожертвовать своим органам, одним из своих органов для спасения жизни другого человека? Или может быть эта вещь даже наоборот запрещена? Вот эти вопросы будут сегодня в центре нашего обсуждения. Договоримся заранее, что мы будем обсуждать только те случаи, в которых есть очевидная опасность для больного, который нуждается в пересадке органа. В тех случаях, в которых опасности для жизни больного нет, хотя пересадка может серьезно улучшить его состояние и образ жизни, об этих вопросах мы говорить не будем. Ибо в таких случаях, в общем-то, говорить-то попросту нечем, поскольку аллаха запрещает другим людям дарить свои органы для улучшения жизни больных, если нет опасности для жизни. Мы конкретно говорим об опасности для жизни, там, где есть обязанность спасти жизнь человека, и эту обязанность спасения жизни человека мы учим из нескольких источников, и сейчас по нашему обыкновению обратимся к источникам. То, что называется пикуахнефеш, обязанность заботиться о жизни человека, первый из источников, который мы здесь приводим, это хумаш, книговая икра. Соблюдайте же мои законы и уставы, исполняя которые человек будет жив ими, я Бог. С одной стороны здесь есть требование исполнять законы и уставы данные в Торе, но есть еще одно условие. Эти законы, исполняя которые, человек будет жив ими. Значит, человек будет жив ими. Талмуд в трактате Юма объясняет это так. Жить ими, но не умереть через них. То есть есть обязанность у людей заботиться о жизни человека, и даже такая важная вещь, как исполнение заповеди, не может стать над жизнью человека. То есть жизнь человека провозглашается здесь Торой, как высшая ценность, и исполнение заповеди обуславливается здесь, заботой о жизни человека, иными словами, если соблюдение заповеди может привести к угрозе для жизни человека, то мы эту заповедь не исполняем. И если соблюдение какого-то запрета связано с опасностью для жизни, то этот запрет можно нарушить. Есть еще один источник, с которым мы учим обязанность заботиться о жизни другого человека. Сказано тоже в книге «Воекра», только на этот раз уже в 19 главе, смотрим текст. «Не ходи к леветнякам в своем народе, не стой бездействуя на крови твоего ближнего, я Бог». То же называется «Ло Таамод Альдам Реха». Буквально довольно трудно перевести, что значит «не стоять на крови твоего ближнего». А имеется в виду, как поясняет этот стих Талмуд в трактате «Самедрин», как выводится из Тора закон, обязывающий спасать ближнего в тех случаях, когда он тонет в реке, или хищное животное тачит его, или разбойники нападают на него. Три ситуации, которые рисуют здесь Талмуд. В трех ситуациях человек находится в опасности, либо он тонет в реке, либо на него нападает хищное животное, либо разбойники на него нападают. А кто-то видит это, может ли он стоять, сделав вид, что не замечает? Нет. Ответ – нет. Есть обязанность спасать ближнего в этих ситуациях, сделать все, что в твоих силах, для того, чтобы его спасти. И говорит Талмуд, откуда же мы учим эту обязанность, смотрим тексты, эта обязанность вытекает из стиха «Не стой бездействуя при крови ближнего своего». То есть там, где есть опасение, что прольется кровь ближнего, мы не имеем права стоять бездействуя. Спрашивает Талмуд, погодите, но разве не вытекает она из заповеди возвращения пропажи, как мы учили? Откуда мы учим, что нужно возвратить человеку его тело? И слово «возврати» ему, что имеется здесь в виду? Заповедь возвращения пропажи выводится Талмудом из отрывка в книге «Дворим». Там сказано так. Если ты увидишь быка своего брата или его ягненка, заблудившихся, то не проходи мимо них, верни их своему брату. И если же не близко к тебе твой брат, и ты не знаешь его, то приведи их в свой дом, и пусть они будут у тебя, пока не затребует их твой брат. Тогда возврати их ему. Вот эти вот слова ваши «возврати их ему», которые, в общем-то, являются здесь немного лишними, ибо ясно и так, что речь идет о возвращении пропажи. Из этого Талмуд делает вывод, что мы здесь должны привнести не только возвращение пропажи в обычном смысле этого слова, когда человек потерял какую-то вещь, или, как там сказано в начале стиха, потерял животное, но и в том случае, когда человеку грозит потеря его жизни. Когда человек может потерять свою жизнь, мы обязаны вернуть ему, то есть мы обязаны позаботиться о том, чтобы он эту жизнь не потерял. Так спрашивает Талмуд, коли так, то у нас есть другой источник, из которого мы учим, что мы обязаны спасать человека, а именно, подобно тому, как мы обязаны возвращать ему пропавшее имущество, так же мы должны заботиться о том, чтобы человек не потерял свою жизнь. На этот ответ Талмуда действительно есть у нас два источника, но если бы у нас был только один источник, а именно, из-за возвращения пропажи, то мы бы сказали, что тогда, как и по поводу возвращения пропажи, человек обязан, эта заповедь обязывает человека только делать определенные усилия для того, чтобы спасти. И усилия, если нужно вмешаться в драку, то усилие здесь махать кулаками, если человек тонет, то нужно влезть в воду, чтобы его вытащить из воды. Но отсюда мы не учим еще, что есть обязанность потратить и деньги, ибо действительно заповедь возвращения пропажи не обязывает нас тратить деньги на возвращение, собственно, деньги на возвращение пропажи другому человеку. Усилия делать – да, тратить деньги – нет. А вот что касается обязанности спасать человека, то здесь мы обязаны и тратить деньги, и вот это учится из другого стиха, а именно «Лотамодальдамреха» – «Не стой бездействуя на крови твоего ближнего, я Бог» – эта заповедь обязывает нас не только прилагать определенные усилия для спасения жизни других людей, но и тратиться на них. Что тратить? Деньги. Вопрос. А тратить свои органы? Что по поводу этого? Есть ли обязанность пожертвовать своим органам для того, чтобы спасти жизнь человека? Жизнь человека, не только наша жизнь, но и жизнь другого, жизнь ближнего – это высшая ценность. И для спасения жизни, как мы видели, разрешено нарушать и запреты Торы тоже. Вот заповеди, которые должен исполнять человек, чтобы жить ими, жить ими, но не умереть через них. Отсюда мы учим, что если, скажем, есть человек, который опасно заболел в субботу, то можно нарушать субботу. Поэтому для его излечения можно позвонить в скорую помощь, можно вызвать врача, можно делать ему операцию. Если человек больной, необходимо ему есть в Йом-Кипу, то несмотря на то, что в Йом-Кипу есть очень строгий пост, мы дадим ему есть в Йом-Кипу и так далее и тому подобное. При всем при этом есть некоторые ограничения. Как говорит Талмуд в Токтате Юма, читаю в тексте, «Энне хадавар шумет бифны пикоах нефиш» Ни один запрет, практически все запреты Торы отступают в случае, когда есть опасность для жизни, за исключением трех. «Хуц мябудазара, вегилуэ райот у швихут дадим». За исключением трех. А именно, идолопоклонство – это первое. То есть, если для того, чтобы спастись, спасти жизнь, нужно поклониться идолу. Делать этого нельзя. Нельзя спасать ни свою, ни чужую жизнь путем поклонения идолу. Второе. «Гилуэ райот» – это запрещенные сексуальные связи. И на это идти нельзя для того, чтобы спасти свою жизнь. И, наконец, третье – кровопролитие, то есть запрет убийства. Нельзя приступить к запрету убийства для того, чтобы спасти жизнь. Откуда мы выводим вот это ограничение? Посмотрим снова в текст. Это Талмуд в трактате «Санедрин». Сказано там так. А про убийство откуда нам известно? Откуда нам известно, что убийство не разрешается ради спасения жизни своей или чужой? Говорит Талмуд. Ну, это простое обозаключение. Наподобие того случая, которым рассказывают, что к мудрецу по имени Рава, пришел человек и сказал, знаете, правитель моего города приказал мне убить человека. И предупредил, что если я этого не сделаю, то он велит меня убить. Могу ли я убить человека для спасения собственной жизни? То есть логика вопрошающего была простая. Мы знаем, что забота о жизни человека отодвигает заповеди в сторону. Можно нарушить заповедь, можно нарушить запрет для того, чтобы спасти жизнь. Так имею ли я право нарушить запрет на убийство для того, чтобы спасти свою собственную жизнь? Рава ответил ему так. Ответил ему, пусть ты будешь убит, но не убивай его. Ведь кто сказал тебе, что твоя кровь краснее? Может быть, кровь того человека краснее. Иными словами, здесь есть полная симметрия между жизнью человека, которому угрожает опасность, и между жизнью человека, который спрашивает, могу ли я пожертвовать жизнью другого человека ради того, чтобы спасти свою собственную жизнь. Кто сказал, что твоя кровь краснее? Мы видели, в чем идея того положения, что пекуах нефер, духаид кольам митсвот, то, что называется, что угроза для жизни отодвигает на второй план все заповеди, кроме трех. В том, что жизнь человека – это высшая ценность. Ради жизни человека законодатель наш, Бог, который дал нам Тору, готов пожертвовать заповедью ради спасения жизни. А здесь что предлагается? Поменять одну жизнь на другую. Ведь в конечном итоге, если бы тот, кто спасил Раву, если бы он действительно убил свою жертву для того, чтобы спасти тем самым свою жизнь, то, что бы мы получили в итоге, мы получили бы нарушенную заповедь, нарушенный запрет на убийство и один труп. Если бы он не нарушил этот запрет, если бы он дал себя убить, то, что бы мы умели в остатке, один труп без нарушенной заповеди, запрет не был бы нарушен. Поэтому менять здесь таким образом шило на мыло, извиняюсь за резкое сравнение, менять здесь одну жизнь на другую – это абсолютный абсурд. Ибо кто тебе сказал, что твоя кровь краснее крови другого человека? Отсюда, кстати, выходит и второе правило. Ведь самоубийство – это тоже вариант запрещенного убийства. Точно так же, как нельзя убивать другого человека, точно так же человеку нельзя убивать самого себя. То же самое убийство. Стало быть, если кто-то думает о том или спрашивает, а следует ли ему пожертвовать своей жизнью для спасения жизни другого человека, может быть, даже очень близко и дорогого ему, ответ будет – нет. Ибо кто тебе сказал, что его кровь краснее, чем твоя кровь? Ведь если человек пожертвует своей жизнью ради спасения жизни другого человека, то он нарушит запрет на самоубийство – это раз. А в конечном итоге все равно один человек окажется убитым, только не тот, кому сейчас грозит опасность, а тот, кто жертвует своей жизнью ради спасения другого. Поэтому в тех случаях, когда мы сейчас переходим к тому вопросу, с которого начали. Донорство. Если для того, чтобы спасти жизнь человека, а для этого, говорят врачи, необходима трансплантация органов, но если в результате этой трансплантации погибнет другой человек, то есть донор погибнет в результате того, что будет спасен больной человек, то на такую операцию разрешения нет. Это однозначно запрещено, точно так же, как запрещено убить одного человека для спасения жизни, точно так же человеку запрещено жертвовать своей жизнью ради спасения другого. Об этом спора нет. Но какова будет ситуация, если для спасения жизни человека донор должен будет подвергнуть себе опасности, но не очевидной. Тоже называется софексы канала. То есть опасность будет для жизни, но не очевидная. Может быть, все пройдет хорошо. То есть, если он расстанется с одним из своих органов, это создаст, безусловно, опасную для него ситуацию, но не обреченную. В данном случае симметрия явно нарушается. С одной стороны, у нас есть человек, которому грозит очевидная опасность. Если ему не сделают операции по пересадке органа, то он умрет. И умрет, говорят врачи, наверняка. Он человек обречен. И только трансплантация органа может спасти ему жизнь. А донор? А донор может и выжить. Может быть опасность для его жизни. Но это только сомнительная ситуация. Казалось бы, здесь явно, когда на вопрос, а кто сказал тебе, что его кровь краснее твоей, ответ в данном случае, да, я понимаю, что его кровь краснее. Почему? Потому что он наверняка умирает. А я здесь, как донор, который, как потенциальный донор, задающий вопрос, следует ли мне так поступить или нет. Я только имею шанс погибнуть, но имею хорошие шансы выжить. Так вот, следует ли мне подвергнуть себе, себя опасности неочевидной для того, чтобы спасти человека от очевидной, от неминуемой смерти. Нужно сказать, что в Иерусалимском Толбуде сказано, что действительно есть такая обязанность. То есть, поскольку в данном случае симметрии нет, то заповедь «Льот амодальдам реха» «Не стой без действия у крови своего ближнего», обязывает нас, согласно Иерусалимскому Толмуду, подвергнуть себя опасности, сомнительной, неочевидной, для того, чтобы спасти человека от неминуемой смерти. Но это высказывание Иерусалимского Толмуда, оно, во-первых, в Толмуде Вавилонском, который является для нас основой корпуса закона. В Вавилонском Толмуде ни слова об этом нет. И практически все комментаторы Толмуда и кодификаторы Аллахи, все, как один, не приводят этот закон, не приводят эту обязанность. Ни Рамбам, ни Арбатурим, ни Шулханарух, все, они, что называется, очень выразительно молчат. Что приводит нас к однозначному выводу, что с точки зрения Аллахи, с точки зрения закона, нет никакой обязанности, а может быть даже есть и запрет, подвергать свою жизнь опасности, даже неочевидной, для того, чтобы спасти другого человека от неминуемой смерти. Таков закон. Следовать, делать это не следует. А может быть даже запрещено. Но логика еще не стала понятной, потому что вопрос-то остался вопросом. Симметрии-то здесь нет. Но вопрос, чья кровь краснее, у нас в данном случае есть очевидный ответ. Краснее кровь того человека, которому грозит очевидная опасность, который неминуемо умрет, если ему не помочь, если не сделать ему пересадку органов. А для донора это только сомнительная ситуация, в которой есть некоторый шанс того, что он погибнет, но есть неплохие шансы и остаться живым. В чем ли здесь логика? Возьмем пример из близкой области, но не совсем из области медицины. Есть такая лоха. В случае, когда бандиты останавливают группу людей и требуют от них, выдайте нам одного из вас, мы его убьем, а если вы отказываетесь это сделать, то мы убьем вас всех. Как поступить? Пожертвовать одним ради спасения многих? Казалось бы, здесь тоже симметрия явно нарушена. Вопрос, знаем ли мы, чья кровь краснее? Ответ здесь мы знаем. В обычной ситуации один человек против другого. Есть полная симметрия, чья кровь краснее. Но в данном случае речь идет о том, что мы жертвуем одним ради того, чтобы спасти многих. Так кровь многих явно краснее, ее просто больше. И вместе с тем закон неумолим. Нельзя выбрать одного человека, чтобы им пожертвовать, для того, чтобы спасти многих. Почему? Закон арифметики здесь не действует? Либо мы говорим, что они здесь не действуют, либо мы скажем, что они действуют. Но здесь нужно сделать одну очень серьезную поправку. А именно. Дело в том, что когда мы говорим о жизни человека, то это не просто высшая ценность с точки зрения Аллахи. Это ценность беспредельная, бесконечная. Поэтому, что больше, ценность жизни одного человека или ценность жизни многих людей, если мы их ставим на две чаши весов, поскольку ценность жизни одного человека бесконечна, то насколько бы ее не помножаем, мы получим тот же самый результат, та же самая бесконечность. Поэтому жизнь многих людей не перевешивает ценность жизни одного человека. Аналогично. И в нашем случае. Просто еще пояснить, что означает вот эта вот беспредельная, бесконечная ценность человеческой жизни. Представим себе ситуацию, в которой произошел взрыв, взорвались газовые баллоны в доме, и четырехэтажный дом всеми своими бетонными блоками обрушился вниз. Прибывают пожарники, прибывают различные службы, начинают выяснять, есть ли жертвы. Сейчас было такое, что людей вообще-то дома практически не было. Да, но отказывается, что был всего один человек в доме. Старик 90 лет. Если на него обрушился четырехэтажный дом, то понятно, что, скорее всего, в живых он не остался. Скорее всего, он погиб уже. Хотя, конечно, есть некоторый шанс того, что он погиб. Что он не погиб. Что он еще жив. Если так, то следует начать разбирать развалы для того, чтобы попытаться его спасти. Хотя нам ясно, что даже если он не погиб, то, скорее всего, раны у него такие, что он не жилец на свете. Даже если звучилось чудо. Бетонные блоки как-то падали вокруг него, а на него самого не упали. И он каким-то образом под какой-то балкой оказался так, что у него нет повреждений. Но реже идет о человеке, которому 90 лет, 100 лет в обед. И все равно мы обязаны, даже если это происходит в субботу, мы обязаны в нарушение законов субботы пригнать сюда всю тяжелую технику. Эскаваторы, подъемные краны и бульдозеры для того, чтобы начать разгребать эти завалы и попытаться спасти жизнь человека, хотя жить ему осталось совсем немного. Ибо жизнь человека это ценность бесконечная. Поэтому нет разницы, точно так же, как нет разницы между ценностью жизни 100 человек и 1 человека, так же нет разницы между ценностью жизни 90-летнего старика и молодого человека. Ценность жизни бесконечна. Соответственно, когда мы задаем этот наш вопрос, есть один человек, который смертельно болен. И врачи говорят, если не сделать ему пересадку органа, то он наверняка умрет. Он обречен без пересадки. Что касается донора, спрашиваем врачей, а ему самому это опасно? Да, это опасно. Хотя, не очевидно, что смертельно, но безусловно, есть определенная опасность для жизни, но есть и неплохие шансы остаться в живых. Есть ли здесь симметрия? Да. И здесь мы можем сказать, кто тебе сказал, чья кровь краснее. Потому что, несмотря на то, что, когда мы задаем вопрос, каковы шансы человека, донора, каковы шансы погибнуть, эти шансы меньше единицы. Это верно. Но если мы их помножаем на бесконечную ценность человеческой жизни, то пусть эта опасность оценивается меньше, чем единица, но будучи помноженной на бесконечность, она снова становится бесконечной ценностью, величиной. Поэтому бесконечная ценность жизни человека, страдающего от болезни и погибающего от болезни, с одной стороны, и бесконечная ценность жизни человека, который рискует своей жизнью, будучи донором, с другой стороны, кто сказал, что его кровь краснее. Нет у нас ответа на этот вопрос. Снова мы видим здесь полное равенство, полная симметрия. Обе чаши весов уравновешены. Поэтому вот почему действительно мы говорим, что нет никакой обязанности жертвовать человеку каким-то своим органом, если это представляет собой опасность для его жизни, даже если эта опасность не очевидна, даже если только шансы определенные у него выжить есть, все равно он не обязан это делать. Нужно сказать, что вопрос этот, хотя нам кажется, что он возник только в наше время с существующей сегодня возможностью трансплантации органов, но на самом деле этот вопрос почти в чистом виде. обсуждался уже почти 500 лет тому назад в респонсе Радбаза, Раби Давид Бензимра, который был Хахам Баши, то есть ведущим раввином в Египте. И вот посмотрим, что он писал. Смотрим текст. Имама Рашельтона Исраиль, некий правитель, вызвал к себе еврея и заявил ему, «ЕНАХЛИ ЛИ КАЦЕЦ ЭВЕРЭХАТ ШИНХАМЕТ МИМЕНУ». Если ты позволишь мне отсечь тебе какой-нибудь орган, скажем, руку, отчего ты не помрешь, то я тем самым дарую жизнь осужденному на смерть другому еврею. Готов ли ты спасти осужденного на смерть еврея тем, что позволишь отсечь себе, скажем, руку или еще какой-то другой орган, который, потеря которого не является опасностью для жизни. Здесь ситуация уже следующая. Опасности для жизни нет, но, конечно же, есть и страх и боль и лечение и все остальные очень неприятные переживания. Обязан ли человек здесь пожертвовать своим органам, когда уже нет опасности для жизни? Вопрос о том, что если есть какая-то опасность, мы уже говорили, здесь ситуация новая, опасности для жизни нет, боль и страх и лечение есть, безусловно. Обязывает ли заповедь не стой бездействуя при крови своего брата, обязывает ли эта заповедь пожертвовать своим органам ради спасения жизни другого человека? Аратбаз приходит к следующему выводу. Шува Зумидат Хаседут. Конечно же, Мидат Хаседут, что такое Мидат Хаседут? Это поведение человека, который делает те вещи, которые закон не обязывает, но очень приветствует. То есть, это похвальное героическое поведение человека, которое заслуживает всяческих похвал, но ни в коем случае человек не обязан этого делать. А Валедин Ешува, но что касается обязанностей, такой обязанности нет. Как сказано в дыхтив Дархея, Дархейнуам, все пути Торы, это пути мира и благоденствия. Выцарикши Мишпатей Туратейду Юмаски Мим и Ласех и Ласвара и законы Торы совпадают с здравым смыслом человека и законы Торы и здравый смысл не могут навести на такое решение, что человек будет обязан пережить потерю своего органа ради спасения жизни другого человека. Сделать такую вещь это безусловно похвально, вне всякого сомнения, но обязанности такой нет. Так уже постановил Радбас и еще раз подчеркнул, а если когда человеку отсекут какой-то орган, это создаст хоть какую-то опасность для жизни, тогда это очевидно. Это уже мы не скажем, что это геройство, это глупое геройство, как он называет Хасидут Шельштут. Это глупость, это не геройство, делать этого не следует ни в коем случае. Но если опасности для жизни нет, тогда обязанности нет, но безусловно это похвально. Вот теперь, когда мы получили более-менее основы, то мы должны теперь обратиться уже к врачам, для того, чтобы выяснить, в каких случаях донорства есть опасность для жизни, в каких нет опасности для жизни, каков уровень этой опасности. Может быть, перед тем, как еще раз обратиться к медицине, хочу только добавить еще одну вещь важную. там, где есть опасность для жизни и даже неочевидная, то нет обязанности подвергать себе опасности для того, чтобы спасти другого человека даже от неминуемой смерти. Понятно, что в этом случае не следует доходить до крайности. А именно, там, где речь идет о разумном риске, когда человек подвергает себя лишь небольшому риску, который принято называть разумным риском, то там уже безусловно есть и обязанность это сделать. Что мы называем разумным риском? В источниках нет точного определения, но в одной статье я нашел определение, которое мне понравилось, оно меня безусловно убедило. Если мы возьмем тот уровень риска, которому мы все подвергаем себя для того, чтобы заработать деньги для заработка или для удовольствия, то это безусловно можно назвать разумным уровнем риска, и такой уровень безусловно не воспрепятствует обязательным действиям по спасению жизни другого человека. Что я имею ввиду? Каждый из нас отправляясь на работу, готов сесть в машину и ехать в машине на работу, либо в общественном транспорте, несмотря на то, что мы знаем, что время от времени случаются дорожные происшествия, время от времени случаются аварии, есть определенный шанс, скажем, в Израиле он определяется как один к пяти тысячам человеку погибнуть в автомобильной аварии. Несмотря на это, мы не останавливаемся, мы все практически без исключения ездим на работу в транспорте, мы ездим не только на работу, но и в отпуск мы ездим в транспорте, и для различных развлечений мы готовы садиться в транспорт и подвергать себя определенной опасности. То есть вот такой уровень опасности, почти ничтожный уровень, мы его можем считать разумным риском, и подвергать себя подобному разумному риску для того, чтобы спасти жизнь человека, это мы безусловно обязаны. Но там, где выходит за рамки разумного риска, то там уже начинаются серьезные вопросы и серьезные проблемы. Итак, если мы обратимся к врачам по вопросам о донорстве и спросим их, каков риск донора в каждом конкретном случае, то мы увидим, что есть некоторая планка по уровню риска и у самого основания этой планки находится донорство крови. Оно не представляет собой совершенно никакой опасности для донора, человека, который дает свою кровь, ему не грозит никакая опасность. Более того, что касается неприятных ощущений и ни боль, ни ничего подобного, все это ему не грозит. Поэтому мы можем вывести теперь первое очевидное правило. Если для спасения жизни и здоровья человека ему необходима кровь, ему необходимо переливание крови, то стать донором и отдать ему свою кровь, это безусловно входит в заповедь Лота Модальдамреэха не стой бездействуя у крови своего ближнего, в данном случае конкретно идет речь о крови, ему необходима кровь, дай свою кровь, это безусловно обязанность Торы в данном случае пожертвовать свою кровью ради переливания крови больному человеку. Это с одной стороны. С другой стороны на верхней части планки стоит вопрос о пересадке почки. Что случается с донором, который жертвует своей почкой ради спасения жизни другого человека, о котором врачи, ну мы говорим о случае, в котором врачи говорят, что без пересадки почки больной погибнет. Что ждет донора? Моментальной опасности для жизни нет. Очевидно. Что касается общих, в долгосрочной перспективе и общих ожиданий, то здесь я видел разные мнения врачей. Некоторые говорят, что в принципе есть опасность сокращения жизни, то есть человек не умрет сейчас сразу, конечно, но в общем в результате потери почки он проживет меньше, чем смог бы прожить с двумя почками. Другие говорят, что нет такой опасности. Не подтверждается это опасение сокращения срока жизни, но в общем и целом на образ жизни человека, на качество его жизни, потеря почки окажет влияние, ну и кроме того, совсем не следует снимать со счетов и страдания человека в ходе, в результате операции, предоперационные определенные процедуры, и после операции, и выздоравливания, и так далее, и так далее, безусловно, это тоже вещь, с которой следует считаться. если правы те врачи, которые говорят, что потеря почки может привести к сокращению срока жизни, тогда это тоже вариант потери жизни и убийства. Убийство запрещено не только в простом случае, когда вот сейчас в результате действий врачей кто-то погибнет, но и в том случае, когда его жизнь сократится. Смерть в рассрочку, она тоже смерть, и сокращение жизни человека запрещено строжайшим образом. Поэтому, если действительно, если правы те врачи, которые говорят, что донору, который отдает свою почку, грозит сокращение жизни, то тогда делать так нельзя, и тогда жертвовать своей почкой ради спасения больного при всем сожалению сделать этого нельзя. Но если правы другие врачи, которые говорят, что опасности для жизни нет никакой, в том числе нет и опасности сокращения срока жизни, то тогда остаются только качество жизни донора в дальнейшем и его страдания в ходе операции, предоперационная подготовка операции и выздоровление от операции. И этого тоже сбрасывать со счетов нельзя. И вот здесь как раз мы подходим к тому, что уже пять веков тому назад постановил Радбас, а именно, что в тех случаях, когда человек должен пожертвовать каким-то органом, даже если опасности для жизни нет никакой, но вместе с тем есть здесь и страдания, и боль, и страх, и тому подобные вещи, то обязанностей здесь нет, но это медатхаседут, а именно это безусловно похвальные действия. Так мы можем и сейчас тоже резюмировать. Если правые врачи, которые говорят, что нет опасности для жизни при пересадке почки, то тогда обязанности жертвовать своей почкой нет, но и запрета тоже нет. Более того, сделать такое действие, пожертвовать своей почкой для спасения другого человека, которому грозит неминуемая гибель, это медатхаседут, это безусловно похвальное поведение, достойное всяческой похвалы. Это что касается, вот два конца у нас было, дать кровь, на переливание крови, с одной стороны, это очевидная обязанность, и пересадка почки, обязанностью она явно не является, но, согласно многим-многим врачам, это безусловно получается похвальное действие. Что посередине? Посередине оказывается пересадка кожи и костного мозга. Риск для жизни в них совершенно при подобном роде операциях совершенно ничтожен. Проблема боли остается. поэтому однозначного ответа на вопрос обязаны ли мы жертвовать здесь своим костным мозгом для пересадки костного мозга больному человеку или нет, есть ли такая обязанность, он остается открыт. И все зависит от того, как мы оцениваем уровень и опасность для жизни более-менее нам понятна здесь. Здесь я не думаю, что есть какие-то сомнения опасность жизни совершенно ничтожно, но по крайней мере уровень страданий боли и страха человека, который он при этом переживает, вот это нужно здесь взять в расчет для того, чтобы решить, есть такая обязанность или нет. вот мы можем резюмировать то, что мы выучили на этом уроке, а именно в тех случаях, когда больному грозит неминуемая гибель, встает вопрос о донорстве, когда врачи говорят, что без трансплантации он не выживет, и тогда мы выясним, что если есть опасность для жизни донора, даже когда это не очевидная опасность, но есть определенные шансы того, что можем погибнуть, нет никакой обязанности, и согласно подавляющему большинству авторитетов запрещено в таком случае донорство, ибо человек не имеет права жертвовать свою жизнь ради жизни другого человека, в тех случаях, когда опасности для жизни нет, то обязанности правда нет из-за боли и страха переживаний связанных с операцией, тогда обязанности нет, но это безусловно медат хасидот, похвальные действия, и в том случае, когда и со страданием это не связано, как например приливание крови, то это безусловная обязанность, каждый человек обязан пожертвовать своей кровью для того, чтобы сделать приливание больному человеку. отдельным совершенно, отдельной темой стоит вопрос о трансплантации органов от человека, который находится в состоянии близком к клинической смерти, а именно, когда нужно пересадить орган, потеря которого для донора будет смертельна, но вместе с тем этот человек, скажем, пережив тяжелую аварию, он находится в состоянии, в которой он вот-вот, он неминуемо погибнет, причем произойдет это в очень скором времени, так что на сегодняшний день он не жилец, можно ли в таком случае врачу, посчитав его уже почти мертвым, или может быть совсем мертвым, можно ли ему в таком случае воспользоваться органами этого человека для того, чтобы спасти жизнь другого человека. Здесь все зависит от важнейшего вопроса, а именно определения момента смерти. Проблема в том, что умирание человека это не одноразовое такое, это не как выключить свет и сказать вот сейчас до сих пор было светло, теперь стало темно, человек, умирание человека это постепенный, постепенный, постепенный процесс. И определение того, в какой момент этого процесса мы считаем человек уже умершим, он совсем непростой. Поэтому очевидно, что если мы находим такой момент, который человеком можно уже подсчитать мертвым, но с другой стороны, со стороны врачей требования к его органам таковы, что органы такого человека в таком состоянии жизнедеятельности, когда мы уже определяем его мертвым, но он еще в какой-то степени жив, так что органами его можно воспользоваться для трансплантации, тогда подобная пересадка органа будет разрешена. Но если окажется, что такого момента нет, если окажется, что в тот момент, когда мы посчитаем человека уже мертвым, тогда и врачи скажут, извините, но уже от такого человека органы нам уже не нужны, они уже не годятся для трансплантации, и благодарим покорно, но нам это не нужно, то тогда окажется, что пересадка подобных органов, как печень, сердце, легких и так далее, она попросту невозможна с точки зрения аллогии. Поэтому тема следующего урока у нас будет именно такова, а именно определение момента смерти, в какой момент мы считаем человека умершим и можем прекращать усилия, с одной стороны, можем прекращать усилия по спасению его жизни, а с другой стороны, быть может, можем воспользоваться его органами для трансплантации или нет. Вот это тема следующего урока. Спасибо за внимание.